Река Учай и талые воды на Рощинской каждую весну привлекают внимание школьного лесничества Экос. Вода чистая, не значит стерильная. В ней должны быть ручейники, поденки и прочая живность, свидетельствующая о чистоте воды. Судя даже вот визуально, то вот здесь плавают, например, селезень, суточка дикая, значит все-таки не такая же здесь грязная вода, хотя сверху она замусорена. В этом году пробы берут специальным гидробиологическим сачком подарком предприятия Хухтамаки. Если раньше мы отбирали пробы, ну можно сказать, практически руками, маленькими сачочками, а теперь у нас целый гидробиологический сачок, который отличается от обычного сачка. У него более мелкая сетка, определенное, ну специальное покрытие. К сачку прилагалось, но для проб бентеса, конечно, это не подойдет. Бентесные организмы, обитающие на дне и пойманные сачком, показывают степень загрязненности воды. Если ребята в донном скопище найдут пиявки и бокоплавы, дело плохо. А вот дарнии и циклопы в такой сачок не попадут. Нужна сетка помельче. Сетка джеди – это для того, чтобы исследовать не только макрозообентес, то есть крупные организмы, которые обитают вот в этом месте, и по ним можно определить, чистая вода или нет, но и мелкие планктонные организмы, которые плавают. Их можно поймать только при помощи сетки джеди. Воду, собранную на УЧЕ, проанализируют также в мини-гидрохимической лаборатории. Она поможет определить химический состав Ивантеевской речной воды. Проба разбирается в этот же день, чтобы все организмы не погибли. И сразу же заносится в общую таблицу, и можно сказать, на следующий день уже известны результаты. Результаты исследований школьное лесничество 6-й гимназии ЭКОС огласит на круглом столе, который состоится в мае с участием Ивантеевского водоканала, Департамента лесов и Союза охраны птиц России. Здесь будет представлен полный доклад о чистоте воды в Ивантеевке. Анна Пыльцина, Сергей Денисов, Анна Белова, Новости города.